Всем большой привет! Меня зовут Наталина, и сегодня у меня в гостях Андрей Петров. Привет! Ссылка на его канал будет внизу, и также мы сняли очень прикольное видео про косметику из США на его канале, поэтому, как вы смотрите это видео, переходите туда. А тема сегодняшнего видео тоже очень интересная, мы будем делать типичный макияж друг друга. Обмен макияжами. Да, и это очень будет сейчас, ну, не больно, но странно, потому что ты постоянно делаешь акцент на губы, очень много хайлайтера, я так вообще не крашусь. То же самое, ты очень активно красишь глаза, я глаза крашу не так активно, и у меня, конечно, на самом деле, опыта, например, в рисовании стрелок нет вообще никакого. А если кто-то не понял, Наталина будет делать мой макияж типичный, который я обычно делаю, но это по ее видению, то есть мы не договаривались о том, кто какой макияж будет делать. Вот, а я буду делать макияж Наталины. Я посмотрела твой инстаграм, мне очень понравился макияж, где у тебя такой прям оранжевый лук, где у тебя оранжевая помада, оранжевые тени, ну, это некоторое время назад было, и мне прям очень понравилось, и я постараюсь что-то примерно подобное сделать. А делаешь кремовый контуринг или сухой только? Я только сухой, просто если бы я еще делал и кремовый контуринг, и сухой, и кремовый хайлайтинг, я не знаю, сколько меня. И потом еще сухой хайлайтинг, да. На самом деле у тебя века такой, все визажисты смотрят на него и просто умирают, потому что у тебя ничего не нависает, огромный подвижный века, то есть просто бери, рисуй вообще картины Сальвадора Дали. Поэтому стрелки вообще прям одно удовольствие рисовать на таком веке. Мне кажется, мне не очень идут стрелки. Я когда их красил вот два года назад, мне казалось, что не очень подходят моему именно лицу. Но стрелки просто их, конечно, хорошо дополняют, знаешь, чтобы прям ресницы были, то есть прям все такое драматичное. Главное, в какой-то момент не очнуться, знаешь, ты с яркими губами, а я с ресницами и такие, так, все пошло не так. Я, наверное, перейду уже сразу к глазам. Я подсмотрела в Инстаграме, что ты вот этой палеткой красился. Минус, и, наверное, вот этим вот, да, оттенок. Это же как я все угадала. Очень красиво. Кстати, я первый раз вообще буду использовать эту палетку, они у меня лежат несколько месяцев, лайм-краймы. В общем, беру вот этот оттенок джем и буду наносить на все прям подвижное веко. Так, я тоже буду сейчас переходить к контурингу, потому что у тебя это прям такая классная, мощная тема. Мне будет интересно сейчас рисовать твои брови. Скажи, как ты вообще начал краситься? Вот с чего ты начал? Мне очень интересно. Серьезно? Серьезно? Да, да, правда. Я не помню, у тебя было такое видео на эту тему? Я уже сам не помню, возможно, было. В общем, все началось с подростковых проблем. В 17 лет у меня, значит, должен был быть выпускной в школе. Через два месяца, по-моему. Вот. И буквально перед выпускным, за пару месяцев, у меня начали появляться проблемы на коже. И я думаю, все, я влип. Вот. Поэтому я пошел в супермаркет, купил какой-то там тональник. Главное, чтобы не болеть. Не, не болеть, что-то там от Maybelline, по-моему. Это был мой первый тональник. Это даже не тональник, а, ну, BB-крем такой легкий. В общем, это было мое первое косметическое средство из декоративной косметики, что я нанес на лицо. А потом как-то все пошло по яку. Потом гель для бровей пошел, карандаш для бровей. Ну, вообще просто интересно, как к этому приходит, потому что у нас, конечно, к корням макияжа общество вообще еще не готово. Это я прям очень мягко говорю. Насколько оно у нас не готово. Это точно. Ну, оно у нас даже к девушкам макияжно. Вообще к чему-то яркому, к какому-то проявлению индивидуальности у нас общество вообще не готово. Но очень круто, что есть вот YouTube, да, где можно совершенно спокойно там самовыражаться, соцсети. Это вообще, мне кажется... Это спасение сейчас, мне кажется. Вот что делали раньше люди, даже не знаю. Ну, да, потому что я помню, когда вот я была мелкой, там, ну, тоже все равно какой-то неформальный был период. И там идешь синими-красными волосами по улице, и все там... Ну, можно сказать, что, в принципе, сейчас просто общество в таком каком-то непонятном состоянии. Потому что, мне кажется, еще там пять лет назад все были более толерантны, и ко всем всем было на все пофиг. А сейчас дополнительно разжигают ненависть какую-то, чтобы люди не за политиками, знаешь, наблюдали. А смотрели, вот, типа, стравить верующих с неверующими. И вот это вот все начинается прям искусственно. Ну, ты согласен, а по поводу того, что пять лет назад было лучше? Ну, не пять лет назад, может быть, даже больше. Я помню, когда мне было лет... В 90-х. Ну, когда мне было лет 15, это было 15 лет, 16 лет назад, я помню, ну, было всем просто пофиг. Я тогда из Германии вернулась, и как-то всем реально было дофени. С синими-то, с красными волосами, там был рейв очень умный. Интересно, кстати, почему так? Ну, потому что после 90-х, мне кажется, всем вообще было... Это были уже начало двухтысячных, всем было вообще на все все равно. Там лишь бы, знаешь, никто до тебя не докапывался. Вот. И не было никакой там... Все как-то спокойно ходили. И там иготы, и вот там эмо. В общем, интересно наблюдать, как общество, конечно, меняется. И меняется, причем, периодами. Да, да, да. Это действительно интересно. Сейчас всем есть дело до всего, и... Только до самих себя. Да, до самих себя нет. Вот это я с тобой согласна. Блин, у тебя такая смешная рубрика была в Инстаграм, смотрим профили хейтеров. Да. Это просто вообще топ. Я так хохотала, потому что... Ну, реально иногда зайдешь к тем, кто пишет вот какую-то... Причем вот такую жесть пишут, но... И ни разу не было такой, чтобы заходишь, и там кто-нибудь красивый был. И прям... Да ладно красивый, но какой-то... Ну, я имею в виду, как на человека похожий. Ну, очень часто, когда заходишь к вот этим хейтерам, профили написаны. Ну, это старая тема. Написано, счастливая там мама или что-то еще такое. Да, 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 жена, мамочка. Вот и мне пишут. Ну, каждый день мне пишут там, сдохни. И, чтобы ты сдох, я захожу просто в профиль человека, я не понимаю, почему? Да. Ну, почему ты такая злая? Неужели ты реально желаешь кому-то смерти? Мне кажется, люди просто не отдают отчет даже в том, что они желают и что они пишут. Да, это отвратительно и ужасно, потому что я тоже... У тебя комментарии... Ну, сейчас, кстати, вот как-то полегче стало почему-то, мне кажется. На Ютьюбе. На Ютьюбе вообще... На Ютьюбе у меня вообще шикарно. Не знаю почему. Ну, да. Ну, потому что, может быть, посерьезнее как-то. Да, мне кажется, из-за того, что я больше видео пускаю, больше говорю, больше раскрываюсь. И, наверное, поэтому... Ну, да, люди перестают видеть просто картинку, да, какую-то, а уже человека начинают видеть, это здорово. Но в Инстаграме, Вера, ну, заходила к тебе, ну, давно еще, когда мы там незнакомы были, я думаю, просто, господи, насколько надо быть морально сильным, чтобы каждый день вот это вот смотреть, читать. Когда пишут реально какую-то прям вот глупость... Это больше всего раздражает. Да, да. Прям вот тупость. В Инстаграме зашла, ну, просто кисти мыла, думаю, сделаю эфир. У меня эфир, ну, смотрят в среднем, там, человек 300, наверное. И у меня эфир почему-то попал в топ. На время я смотрела где-то 1700 человек и куча вот непонятных людей. Я к разговору о человеческой тупости. И просто вот все из этих людей, хотя, ну, кто-то остался, кто-то нормальные пришли люди, они просто вот все покажи сиськи, покажи то. И вот просто вот этот трэш, я прям вот, знаешь, почувствовала себя какой-то знаменитостью, которая приходит. И в комментариях вот это вот все пишут. И просто каждое сообщение такое. Я раз в четыре перезаходила и... Пыталась избавиться от популярности. Да, пыталась, да. Кто бы мог подумать. Но это просто было невозможно. В итоге пришлось отключиться. Самое, знаешь, что ужасное, то, что я открываю директ, и там просто больше сотни сообщений, и половина из них просто с мужскими членами. Серьезно? Да, просто. Ну, там, слава богу, Инстаграм, он размывает нежелательное изображение. Вот, то есть они посмотрели на меня в популярном эфире и решили, значит, отметиться в моей жизни. Но это просто, такого еще не было. Но это просто нездорово. Я просто, знаешь, даже о чем думаю? Не то, что они там фигню какую-то пишут, а то, что вот я пойду в магазин, и вот рядом со мной будет стоять вот такой вот человек, который вечерами приходит и свой член кому-то отправляет. Да, ну так и есть. Ты уже с ними стоишь там в одной очереди. Все в порядке. У меня резко, причем в статистике, где там по странам, у меня резко Бразилия почему-то вылезла на третье место. А у меня, знаешь, кто... В общем, когда захочешь в Инстаграм, ну, то же самое статистика, по городам только. Значит, первое место Москва, потом Питер и потом Краснодар. У меня, кстати, тоже. А почему Краснодар? Не знаю, там модные ячейки, потому что красивые. Серьезно? Да. И потом еще там где-то Бишкек вот следующий. В Краснодаре там прям все любят макияж, модные все. Так что Краснодар привет. Я пока ресницы накрашу. Я, кстати, их накрашу тушью, которую мы с тобой тестировали в косметике из США. Серьезно? Да. Идешь по скольской дорожке, Наталина. Не, не могу ее найти. Ладно, накрашу. Но тоже не лучше белорусская тушь. Но она, кстати, очень прикольная, которая XXL, это Reluie. И я пока начну прорабатывать все хайлайтером. Так, расскажи мне. Ты так и не решил пойти на визажиста? Нет. И правильно. Просто мне вот все пишут, почему ты не работаешь визажистом? Ну, я смотрю на тебя. Почему я должен пойти учиться на визажиста, если ты наоборот уходишь от этого? Это как-то бессмысленно. У нас в стране просто очень мало прям тех, кто прям блогер. Потому что, ну, в самом деле... В смысле блогер-визажист? Ну, нет, в смысле вот просто бьюти-блогер. Например, ну вот как... Да, согласен. Ну, как там Лора Ли, например, в Америке. Она же вообще не визажист. То есть мало таких людей, ну, потому что у нас там на монетизации от YouTube особо там не проживешь. И поэтому почти все, они все равно визажисты-бьюти-блогеры и зарабатывают в основном именно вот как визажисты. Проводят там мастер-классы, что-то такое. И поэтому сложно. Но мне вот именно нравится бьюти-блогинг, потому что тут вообще, ну, совершенно это другое. Но у нас, опять же, в стране нет у людей понимания, поэтому война такая между визажистами и бьюти-блогерами. Я отдельное видео хочу обязательно посвятить этому, потому что я прям села, записала вот по основным критериям разницу. Потому что визажистам, конечно, безумно тоже интересно работать с другими лицами. Но, опять же, это и физически там сложная работа. То есть она с блогингом. Ну, опять же, многие визажисты вот жалуются, что вот, я не могу там набрать популярность в Инстаграм. Ну, потому что эта профессия не подразумевает сотни тысяч подписчиков, в принципе, когда это визажист. Очень мало таких. Ну что, мы переходим к самой интересной части. Андрей. Стрелки. Стрелки и губы. О боже, у меня руки дрожат. Если что, будет креативная стрелка. А у меня креативные губы. У меня так всегда, если что, не получается. Конечно, всегда надо делать вид, что... Я даже не знаю, с чего начать. Фига, ты верхнюю границу сначала рисуешь. Да? Ты так не делаешь? Интересно. Просто я делаю. Как на экзамене, такое ощущение. Ну, если что, всегда можно чёлкой прикрыть один глаз. В принципе, да. Давай срочно обсудим какое-нибудь дело. Я дышать боюсь. Ну, это как бы... Так, спокойно, а то сейчас может уже Эми Вайнхаус в какой-то момент просто прийти. Да, она уже пришла. Я похож на трансвеститы, мне кажется. А значит, мы двигаемся в правильном направлении. Да, я люблю этот макияж трансвестита. Ты говоришь, ты похож на транс? Я говорю, спасибо. Ну что? Всё очень плохо. Это похоже на какую-то гусиную ногу. Серьезно, посмотри. Почему у неё два кончика? Ты не слышала? Так модно. Мне серьёзно. Да? Это новый тренд. Два кончика. Я как будто сбежал с дискотеки 90-х. Ну что? Часницы можешь выбрать в коробочке. В пакетике. Там разные. Серьёзно? Да. Всё в порядке. Вот так вот и уберёшь. Серединку. Наталина, кто из нас не имеет клеить ресницы? Капец. Блин. Взяли просто за 30 баксов ресницы и умерли. Это вообще как? Давай возьмём худо бьюти. Старый, добрый, проверенный вариант. Ну можно только одну ресницу оставить. Просто чтобы стрелку не было видно. Куда ты так поворачиваешься, они вот здесь вот будут. Они вне лица существуют. Такой распахнутый взгляд. Да, да, да. Только она посередине века у тебя. Знаешь, как говорят, что ничего стоящее нелегко не даётся. Вообще стрелки, на самом деле, их всегда, вот сколько не рисую, они всегда, как в первый раз. Что на своих, что на чужих глазах. Или как говорится, стрелки это сёстры, но не близнецы. Да, 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 и брови тоже. И ещё, милочка, они даже не подружки. Мы все асимметричные, глаза всегда разные. Главное, если ты работаешь визажистом, клиента в этом убедить. Ну что, губы остались? Или ты как я... Ты уже накрасилась? Да, я уже накрасилась, у меня правда помада, у меня уже даже помада потрескалась. Я просто хотел сказать, что вот так как я накрасился, так и представляю Наталину в М.Ю. С застрелками. Типичный макияж. Ну да. Наталина. Ну что, как тебе самому новый твой образ? У меня однозначные впечатления, конечно, ощущения. Очень непривычно с ресницами, очень мешают. Тяжело. Хотя я наращивал, я наращивал ресницы, ходил с наращенными 4 месяца, но вот это, это, конечно, немного другое. Это вообще, да, первое время, когда глаза просто закрываются. Но мне так сейчас не хватает этого. Мне тоже очень непривычно, потому что я не делаю обычно растушевку на весь глаз, хотя красиво цвет глаз подчеркивается. Но такой акцент на губах я тоже так обычно не крашусь, поэтому мне немножко странно тоже. Но прикольный опыт очень был. Дорогие, пишите, пожалуйста, в комментарии, как вам понравилось или нет. Но я надеюсь, что все же понравилось наше переплощение и то, как мы примерили макияж друг друга. Не забывайте также зайти на канал Андрея, подписаться и посмотреть его остальные видео и наше совместное видео про косметику из США. И не забывайте также ставить лайк, потому что это очень важно для развития каналов. Ну и мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока! Пока-пока!